Русские новости Регулярно правительство принимает планы на ближайшую пятилетку, десятилетку, до 30-го года, может быть даже до 50-го что-то планирует Но все это пустая активность, все это для мусорного ведра И серьезных футурологических исследований практически нет То, что мне попадается на глаза, это скорее такая художественная литература Что могло бы быть, если бы на Западе футурологическая мысль развита значительно сильнее Но сейчас тоже весь мир входит в ситуацию хаоса, в котором что-то прогнозировать достаточно трудно Но все же, я полагаю, возможно Есть научные подходы к анализу экономики или политических систем, больших циклов политики и экономики К сожалению, те, кто прогнозирует, не отвечают за свои прогнозы В этом большая проблема, никто не хочет отвечать за свои публикации И, по сути дела, нет такой оценки, нет потребности в том, чтобы прогноз действительно был основой для дальнейшей деятельности Прогноз становится формой заморачивания мозгов людям Прогнозирует то, что на самом деле не происходит или происходит прямо противоположное Так, российское правительство постоянно прогнозирует экономический рост Этого экономического роста нет ни в одной отрасли За исключением второстепенных иногда это случается И то, вполне возможно, что этот рост обманчив Он достигается либо нарушением технологий, либо ввозом отверточных технологий В общем, есть варианты, как запудрить мозги Нам также рассказывают постоянно об укреплении рубля Каждый день у нас рубль укрепляется Но мы своими глазами видим, что каждый день национальная валюта в отношении к мировым валютам рушится Поэтому верить ни одному слову правительственных чиновников нельзя вообще Потому что они привыкли лгать Они лгут уже просто как дышат Поэтому для них нет ошибок в прогнозе Они всегда высказываются с точностью да наоборот Как говорили в прежние времена, высказываются надвое То есть можно понять как угодно их высказывание Завтра будет улучшение экономической ситуации Или через сто лет Понять их выступление невозможно Тем более, что они практически не способны формулировать Целостно и содержательно и доказательно свои мысли Что касается футурологии Вот у меня в моей домашней библиотеке есть старинная книжка Артура Кларка «Черты будущего» Такая книжка, она издана была давным-давно Еще в советский период, 66-й год А в Нью-Йорке она была выпущена в 62-м году Я являюсь ровесником этой книги, выпущенной Артуром Кларком И это действительно был период 60-е годы, 50-е годы Самого бурного роста экономики Бурного включения научно-технических знаний в экономику И казалось, что будет происходить в жизни человечества Что-то совершенно необычайное И эта убежденность дожила где-то до 80-х годов До середины, по крайней мере, 80-х годов Некоторые прогнозисты и в 90-е годы продолжали жить иллюзией Что силы человечества бескораничны И экспоненциальный рост могущества человечества Его доминирование над природными законами Будет продолжаться и далее Ну вот, что писал Артур Кларк Он рассматривал возможности создания устройств Которые могут обеспечить телепортацию человека Подобно тому, как сегодня транслируют футбольные матчи по телевидению Возможности и последствия создания невидимого, неосезаемого человека Как в фантастических фильмах у нас Можно, оказывается, существовать в виде электронных импульсов В каких-то электронных сетях Построение общества, где будет достигнуто полное изобилие и бессмертие Кларк делает вывод о возможности смотреть на мир глазами другого человека И даже получать некоторое представление о своего рода перевоплощении в животное Проблема создания действительного перекодировщика, а не перевоплотителя Проблема преобразования сложной информации из одной формы в другую Из визуальной и звуковой Наоборот, актуальная задача современной техники Решение этой проблемы имеет важное значение для создания приборов, чтения, ориентации для слепых Вот здесь какие-то моменты технические Артуром Кларком были угаданы С тех пор существует у нас проблема искусственного интеллекта Над ней, над этой задачей, над этой проблемой трудятся ученые до сих пор И вот Артур Кларк ставит вопрос о возможности построения думающих машин Актуальные проблемные техники сегодняшнего и тем более завтрашнего дня Ну вот здесь можно посмотреть оглавление, будущее транспорта Скольжение по воздуху, без тяжести, преодоление гравитации В погоне за скоростью, мир без расстояний Ракеты к новому ренессансу Ну и так далее Люди-невидимки и другие чудеса Дорога с неба, мозг и тело, человек устаревает Вот здесь Артур Кларк предсказывает формирование нового запоминающего устройства Которое способно хранить в объеме куба с длиной ребра около 180 сантиметров Всю информацию, записанную на протяжении последних 10 тысяч лет Ну мы сейчас знаем, что и в меньшие объемы можно уложиться совершенно спокойно Все библиотеки сложить на очень небольшом носителе Мозг, соединенный проводами или радиолиниями и соответствующими органами Мог бы участвовать в любой деятельности, реальной или воображаемой Разве прикасаясь к чему-либо, вы не отдаете себе отчет, что ваш мозг находится не в кончиках пальцев, а на расстоянии метра от них И разве вы не замечали разницу, если бы этот метр превратился в тысячу километров? Радиоволнам на такое путешествие понадобилось бы меньше времени, чем нервным импульсам на расстоянии вдоль руки Тело-носитель мозга, а морск-местилище разума В прошлом эта триада была неделима, но так будет не всегда Если мы не научимся предохранять наши тела от разрушения, то мы сможем заблаговременно заменять их Очень многое из того, что стало потом поводом для съемки фантастических фильмов, содержится вот здесь, в этой книге Артура Кларка Я какие-то фрагменты зачитываю Управление памятью революционизировало бы судебную практику Никто уже не смог бы на классический вопрос, что вы делали вечером 23 числа, отвечать «я забыл» Свидетели не могли бы запутывать разбирательство спорного дела показаниями о том, что они как будто видели Запечатление информации непосредственно мозгу, позволяющей приобрести знания, минуя процесс обучения Сегодня кажется нам столь же невозможным Оно бесспорно и остается невозможным до тех пор, пока наше понимание процесса психической деятельности Не продвинется неизмеримо дальше В то же время машина, педагог или какой-то метод, выполняющий аналогичные функции Как настоятельно нужен, что через несколько десятилетий цивилизация просто не сможет без него существовать Все это мы видим в фантастических фильмах, но пока не видим на практике Вряд ли в ближайшее время на практике мы что-либо получим Так же, как и космос оказался для человечества значительно дальше, чем представлялось это в 30-е или 50-е или 70-е годы Оказалось, что космос слишком велик для человека И все-таки человечеству придется жить на Земле и в ближайшем околоземном пространстве И забрасывать только отдельные модули куда-нибудь там на Марс или на окраину Солнечной системы И дальше, видимо, человечеству не придется заглянуть не то что в ближайшие десятилетия, но и в ближайшие столетия Кроме того, возникают ограничения, связанные с социальными системами Этому посвящены многие другие книги У меня есть книга, которая была выпущена через 30 лет после Кларка в 90-м году Джон Несбит, Патриция Эббордин Что нас ждет в 90-е годы? В 90-м году была написана книга, в 92-м году была переведена на русский язык Направление, характерное для настоящего десятилетия Экономические проблемы берут верх над политическими Движение к мировой свободной торговле Бурное развитие телекоммуникации Относительно изобилия природных ресурсов Конкуренция в области снижения налогов Уменьшение габаритов экономической продукции Сдерживание инфляционных процессов и уровня процентных ставок Потребительский бум в Азии Успехи демократии Распространение свободного предпринимательства Исключение войны как средства разрешения конфликтов Новое внимание проблемам окружающей среды Если накануне 90-х это казалось действительно тенденциями времени То сейчас все эти тенденции, можно сказать, оспорены И продолжают обращаться вспять Кризисность западных обществ, российского общества и мира в целом Совершенно очевидна И даже те, кто считались рекордсменами роста Японии и Китая пришли к кризисному состоянию сегодня И что этот кризис с ними сотворит далее Мы с трудом можем себе представить Знаем лишь то, что ничего хорошего Из этого, из нынешнего кризисного состояния не выйдет Новую электронную страну нам обещает Вот этот прогнозист-футуролог Дама Новое поколение информационных работников Введенных телефонами, телефаксами, федеральной почтой, компьютерами Преобразуют американский пейзаж Но тут в основном об Америке Имеющие практически свободный выбор места жительства Люди все чаще и чаще решают поселиться в маленьких городах И в сельских районах Новая единая электронная сеть охватывает развитые страны мира Особенно Соединенные Штаты Сельские районы с высоким качеством жизни Техники также связаны с городскими центрами Как и другие города Это мега-тенденция Нового тысячелетеля определяет угасание городов Ничего подобного Мы за прошедшие 25 лет не увидели Но вот прогнозы оказываются несостоятельными Что здесь еще написано Новую электронную страну населят люди Которые не зависят от места жительства Не связаны с ним Это будут составители программ Инженеры, торговцы акциями и облигациями Аранжировщики, переводчики, художники, композиторы Писатели любого рода Которые могут делать то, что они делают Где угодно И найти для этой работы подходящее место Уровень техники и характер работы Связанная с информационными материалами Сделали это возможным Возможным, но реализовать все это не удалось Олигархи, которые правят миром Поставили надежный заслон любому экономическому росту За счет введения информационных технологий Или биотехнологий И вообще технологическому развитию Потому что олигархия живет на примитивной экономике И поэтому эта примитивная экономика будет существовать до тех пор Пока новые формы государственного управления Управления развитием общества Или саморазвития общества Не придут к каким-то иным принципам деятельности В 2000 году города действительно мирового масштаба Они будут самыми большими И они будут самыми хитроумными Компьютеры превратят здания в хитроумные сооружения Самостоятельно управляемые И связывающие своих жильцов со всем миром Я думаю, что такие здания существуют Но их очень мало И они настолько дороги Что массового распространения они не имеют И не имели, естественно, ни в 2000 году Ни сегодня, в 2016 году Подобных зданий мы не видим вокруг себя По крайней мере, я не видел ни одного Подобные измышления В том числе о культуре кухни Возрождении искусств Там всякий музейный бум Собственный музей Там экономика современного ренессанса И прочие фантазии О революции Горбачева Тут, конечно, в 90-м году О нации акционеров По сути дела государство вымирает И нации, как культурно-исторические общественности Отпадают и превращаются в нации акционеров И так далее, и так далее Рассвет Тихоокеанского региона Все это описывается Но это описательный, скорее, трактат А не футурологический Вот еще у меня есть такая книжка Издана она в 92-м году у нас И состоит из статьи 90-91 года Различных зарубежных футурологов Вот такая вот книжка State of the world 90-е, 91-е, 2000-е Пытались люди описать Последние 10 лет 20-го века Вот мы видим тут Замечательный график Индексы курсов акций 50-е и 90-е годы Вот точно такой же график Капитализации российских активов Снес мозги у правящей группировки В главе с Путиным Путин решил, что это как раз Успех именно его Олигархического управления Не заметил тут никакого подвоха Игры мировой олигархии Игры местной олигархии Золотого дождя, который изливается На нашу страну Изливался до некоторого времени За счет высоких цен на нефть Вот точно такое же сумасшествие Происходило и у прогнозистов Западной выделки Когда они видели подобные графики Невероятного роста курса акций Не понимая, что этот курс Не связан с физическими параметрами экономики Очень удобно смотреть на такие графики И прогнозировать Нечто совершенно невероятное Чего на самом деле не будет Вот еще покажу один график Оснащенность бытовой техникой в США Цветные телевизоры Кондиционеры Видеомагнитофоны Как раз по 90-й год Смотрим на этот график Удивительно, что Когда люди смотрят на этот график Они понимают, что очень скоро Абсолютно все население Будет снабжено цветными телевизорами Кондиционерами Там, где, естественно, жарко Микроволновыми печами Видеомагнитофонами Все, вот это Предел бытового счастья Для американской семьи Видимо считается каким-то показателем Развития общества На самом деле Все это, конечно Не позволяет что-либо прогнозировать Хорошо в каждой квартире У нас будет цветной телевизор Кондиционер Микроволновая печь Видеомагнитофон Что из того? Это абсолютно не означает Ни экономического Ни культурного роста А вот еще интересный график Мировые расходы на рекламу В расчете на душу населения Я думаю, что сейчас Здесь взрывообразный рост Где-то начался в середине 80-х годов И думаю, что сейчас Эти затраты просто колоссальны В особенности в Российской Федерации Где практически Все политические передачи Стали способом пропаганды Деятельности Той группировки Которая находится у власти Это тоже форма рекламы Но реклама Создает совершенно иллюзорный мир Уничтожает вообще представление О реальном мире у людей И снабжает наш мозг Иллюзиями по поводу того Что действительно можно купить И что полезно Обладает некими полезными для нас свойствами На самом деле Все это либо бесполезно Либо вредно То есть Вот этот вредный вид деятельности Вся реклама Как я полагаю Которая не описывает свойства товаров Является абсолютно вредной Реклама брендов Подключение каких-то бытовых сюжетов К тому, чтобы эти бренды продвигать Все это является вредной деятельностью Эта вредная деятельность Захватывает все больше и больше Человеческое сознание И вовлекает все больше денег Потому что из этих денег Получаются новые деньги И фактически Это большая такая пирамида Пока не рухнет целиком Либо какое-то отдельное общество Либо большой экономический регион Либо вся экономика человечества В целом Все это будет накачиваться Точно так же, как на бирже Продолжается деятельность Накачивания всяких финансовых пузырей Они потом лопаются Потом И после этого говорят о том, что Ну это просто риски Вот риск сработал Риск краха сработал Поэтому Как бы не на кого обижаться И здесь вроде как нам Мы позволяем забивать себе мозги Этой бессмысленной рекламой Покупаем ненужные нам Или прямо вредные товары И потом Будем сами себя утешать тем Что наше поведение Наше общество Оказалось слишком рисковым Поэтому оно рухнуло И мы будем Из обломков Строить что-то новое Есть еще у меня Одна книжка Следующие 10 лет Называется Джордж Фридман Такая вот книжка Следующие 10 лет С 2011 по 2021 год Вроде бы что-то такое должно быть Ценное Интересное Для читателя Но в основном это тоже Описание того, что есть И такие очень осторожные попытки Что-то прогнозировать Здесь есть Некие слова Посвященные России Но России посвящено очень немного Но то, что нас интересует Прочтем несколько строчек В долгосрочной перспективе Россия слабая страна Путинская стратегия Сосредоточения на производстве энергии И экспорте энергоносителей Очень хороший Хотя и не долговечный инструмент Но он окажется эффективным Только в том случае Если создаст основу Масштабной экономической экспансии Никакой экономической экспансии Даже в помине у нас нет И не было И не планировалось Пока Россия пользуется Двойным преимуществом В зависимости Германии От ее нефти и газа И отвлечение внимания И сил Америки На проблемы Среднего Востока Она должна попытаться Построить долговременные структуры Внутри и внешнеполитические Которые можно поддерживать В условиях экономических ограничений Ничего не было создано Экономические ограничения наступили Россия нуждается в доступе К технологиям немцев А Германия в доступе К природным ресурсам России Стремление эксплуатировать эти отношения Составляет Сущность стратегии России В следующем десятилетии То есть до 21-го года Сейчас Мы видим Что тоже Вся эта стратегия Полностью развалилась Германия Не столь зависима От энергетических И сырьевых ресурсов России А Россия В общем-то Не заинтересована Российской олигархией В том Чтобы ведущие технологии В Российской Федерации Действительно Тиражировались бы Развивалась бы Собственная национальная Научная школа Научные технологии Приживлялись бы К российской экономике России надо Отколоть США От Европы И сделать все возможное Чтобы удержать США В трясении войн В Ираке Афганистане И Иране Тут Роль России Совершенно нулевая Американцы Сами втравились В эти войны И сами продолжают В них увязать За каждым российским входом Кроется возможность Геополитического Кошмара Для американцев Вот это Действительно Миф для Футуролога Который Запугивает Всех и вся И тут Американская стратегия Выписывается То есть Это уже идет Не футурология А некое планирование Будущего США следует Продолжать делать Все возможное Чтобы блокировать Российско-германское Сближение Ну в целом Российско-европейское Сближение Было Разрушено Войной На Украине В которую Путинское Правительство Втянулось С большим Удовольствием Книгу Тоже Можно сказать Можно назвать Не футурологической А Такой Описательной Что было бы Хорошо Для США И Что может Там делать Россия Чем она может Навредить То есть Нет По сути дела Нет футурологии Вот еще Есть одна Книжка Издание 88 Года Называется этот Человеческий мир Кууси Кууси Финский Футуролог Здесь есть Какие-то элементы Прогнозирования Но тоже Они связаны С неверной Интерпретацией Тех процессов Которые происходят Вот например Очень интересный График Оценочные данные Об изменении Численности Населения Мира Начиная С 40 тысяч Лет До нашей эры Численность Сохранялась Примерно Ну она Росла Тут немножко С 3 миллионов Примерно До 10 миллионов Росла Примерно До 6 тысяч Лет До нашей эры Когда Возникли Первые Земледельческие Цивилизации Дальше Взрывообразный Рост Который Демонстрирует Этот Чудовищный Скачок Где-то Мы уже Даже не можем Заметить Где-то Вот Как раз 2000 лет Уже Нашей эры Мы видим Дальше Не прекращающий Рост И никто Никто не прогнозирует В 88-м году Никто не прогнозирует Что этот рост Прекратится В особенности Касаемо Отдельных Регионов И стран Частично В этой книге Все-таки Дается Даются Иные графики Которые Показывают Что по-разному Численность Растет Вот смотрим Европа За исключением СССР В сравнении С Африкой В Африке Определенная Стабильность Там В 17-м 18-м И даже 19-м веке А в 20-м веке Резкий рост А в Европе Напротив Вот этот рост Хотя и продолжается Но он Становится Все меньше И Фактически Этот рост Нивелируется На втором графике Тоже Европа Сравнивается С Центральной Южной Америкой Мы видим Экспоненциальный рост Относится только К Африке Центральной Южной Америке Еще если бы Здесь была Азия То все бы Стало понятно Все бы стало понятно Человечество Стремительно Меняет Свой Этнодемографический Облик Азиатов Африканцев Латиноамериканцев Становится Все больше И Они перекрывают По численности Европейцев Североевропейцев Которых Уже сейчас Где-то Меньше Десяти процентов Многие Этого не замечают И не понимают Что раз Вражда Она сидит В мозгах И Она Выплеснется Рано или поздно Она и выплескивается Потому что Те кто Относит Себя Своё происхождение К прежним Колониям Европы Или там Соединенных Штатов Они приезжают В прежнюю Метрополию Мстить И Будут Мстить Дальше Вплоть до Уничтожения Европейской Цивилизации В целом Европейской Христианской А Вот этой Цивилизации В расовом смысле Осталось Меньше Десяти процентов То есть Африканская Часть Азиатская Монголоидная Латиноамериканская Они просто Заместят Ту цивилизацию Которую Создали Северные Европеоиды Своей цивилизацией Как она выглядит Мы можем Посмотреть Если будем Обозревать Ситуацию Скажем Мексики Или ситуацию В Северной Или Центральной Африке В Азии Нынешние войны Зверства Или в Китае В Китае нам Менее известен Но тем не менее Там тоже По определенным чертам Можно увидеть Насколько Отличается Эта цивилизация От той В которой Мы привыкли Жить Будем ли мы Жить в этой Цивилизации Скорее всего Нет Потому что Мы ее Перестали защищать Европейцы Перестали защищать Европу Русские Перестали защищать Россию И таким образом Наше будущее Под большим Вопросом Даже Продолжение Рода Каждого человека Каждой семьи Под огромным Вопросом И может быть Оно и не состоится Через пару поколений У нас Численность Русского населения Сокращается То есть обрываются Родовые цепочки Одна за другой И это значит Что нас очень скоро Просто не станет Мы исчезнем Хотя в рамках Российской Федерации Русские составляют 80% Но в 20 веке В начале 20 века Русские Были Третьей Третьей по численности Наций И уступали только Китайцам И индусам А сейчас Русские Это малочисленный народ В сравнении С теми народами Которые Живут по его Границам Уже сравнимо С численностью России Население Скажем Японии Или Пакистана Уж какой огромный Демографический навес Мы видим На своих восточных Границах Со стороны Китая Уж И говорить-то Границы будут прорваны Если национальная государственность Не будет восстановлена То русский род Станет просто сначала Национальным меньшинством Геноцид его продолжится В этом нет никаких сомнений Потому что даже В условиях Когда русских Подавляющее большинство В Российской Федерации Геноцид совершенно очевиден Если русских будет меньшинство Они будут просто Изничтожаться Стираться в порошок Поэтому Наша задача Не в том Чтобы прогнозировать Какое-то отдаленное будущее Какие-то Невероятные Технические новшества А в том Чтобы поставить Перед собой задачу План и задачу Сохранения Своего государства Своих политических границ Которые защищаются Самым современным оружием И сохранение Своей нации Прежде всего Своего рода Продление Жизни своей семьи В следующих поколениях Продолжение Русского народа Который должен Увеличиваться в численности Резко увеличиваться В численности А демографическая катастрофа Которую нам устроили Ельцин и Путин Ведет нас просто В могилу Поэтому Можно конечно Заниматься футурологией Можно изучать Различные направления Технических усовершенствований В нашей жизни Или Научные исследования К чему они теоретически Могут привести Пофантазировать В духе Герберта Уэллса Который нафантазировал Очень много того Что вошло Затем в нашу жизнь Но надо понимать Что на сегодняшний день Нашу жизнь Обеспечивают Вовсе не технологии А политика Политическая позиция Не будет никакой жизни Если не будет Того общества Которое воспроизводит Науку Образование Культуру Не будет Как таковой Россия Не будет Русских Если мы Не избавимся От гнета Олигархии Которая является Интернациональной И русофобской Россия Русскую власть Вот и есть Формула Нашего будущего Если этого будущего Не наступит То наступит Смерть нашего народа И нашей страны Этого допустить нельзя Поэтому я призываю Русских людей К участию В русском национальном движении Всеми возможными силами Их не так мало Как кажется Если каждый из тех Кто смотрит эту передачу Хоть чем-то Будет участвовать В деятельности Русского движения То сил нам будет Достаточно Для того Чтобы олигархии Шею сломать Пока люди Уклоняются От личного участия В судьбе Нашей страны И нашего народа То и другое Погибает Прямо на наших глазах И может рухнуть В любой момент Давайте все-таки Стремиться к тому Чтобы наше участие Посильное участие В русском движении Было альтернативой Олигархической гибели Альтернативой К геноциду Который осуществляется Сегодня Каждый день Против русских людей И если это участие Будет обеспечено То и победа Будет за нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok